МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Женщина посвистала, пощелкала пальцами, и пес, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем попали в узкий, тускло освещенный коридор. Одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в темной коморке, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щелкнула и превратилась в ослепительный день, причем со всех сторон засверкала, засияла и забелела. -"Э, нет", мысленно взвыл пес, -"извините, не дамся". -"Понимаю, вот черт бы взял их с их колбасой, это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать, и весь бок изрежут ножиками. А до него и так дотронуться нельзя". -"Э, нет, куда", закричала та, которую называли Зиной. Пес извернулся, спружинил, и вдруг ударил дверь здоровым боком так, что хряснул по всей квартире. Потом, отлетев назад, закрутился на месте, как кубарь под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись коми ваты. Во время верчения кругом в него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами. Запрыгал белый передник и искаженное женское лицо. -"Куда ты, черт лохматый", кричала отчаянно Зина. -"Вот окаянный". -"Где у них черная лестница", соображал пес. Он размахнулся и комком ударился на обум в стекло, в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном. Выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно взяла весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась. -"Стой, скотина", кричал господин, прыгая в халате, надетым на один рукав и хватая пса за ноги. -"Зина, держи его за шиворот, мерзавца". Ба-батюшки, вот так пес! Еще шире распахнулась дверь и ворвалась еще одна личность мужского пола в халате. Давя битые стекла, она кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его и всю комнату наполнилась сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причем пес с увлечением тяпнул ее повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась. Тошнотворная жидкость перехватила дыхание пса и в голове у него завертелось. Потом ноги отвалились, и он поехал куда-то криво и вбок. -"Спасибо, кончено", мечтательно думал он, валясь прямо на острые стекла. -"Прощай, Москва, не видать мне больше Чичкина и пролетариев, и краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы живодеры, за что живи меня?" И тут он окончательно завалился на бок и сдох. Субтитры создавал DimaTorzok